Всех приветствую с вооружейки, дорогие друзья! С вами Алекс, и сегодня мы начинаем цикл видео, освещающий некоторые аспекты, проходившие с 19 по 21 июня 2-й международной выставки индустрии безопасности «Национальная безопасность 2024», а именно новинки экипировки, снаряжения, тактической медицины и вооружения. Вы пока не забудьте подписаться и поставить лайк, а мы начинаем! Выставка проводилась в городе Минске в формате комплекса конгрессно-выставочных мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производстве технологических достижениях в области специальных средств, специальной техники и вооружения, а также в целях широкомасштабного показа высокотехнологичных инновационных разработок и готовых решений, способствующих совершенствованию технической оснащенности правоохранительных органов и других силовых структур, деятельность которых направлена на реализацию государственной политики Республики Беларусь в сфере обеспечения национальной безопасности. Целями проведения данной выставки являлись широкомасштабная демонстрация высокотехнологичных инновационных разработок и готовых решений в сфере безопасности, содействие техническому переоснащению правоохранительных органов и специальных служб, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением национальной безопасности, а также содействие развитию кооперационных связей и деловых контактов белорусских и зарубежных предприятий. В данном выпуске мы разберем такие компании, как CNC Guns Custom, Militech, MSV Profi и NPC Technomag. Начнем с последних. Всем привет, меня зовут Никита, это стенд национальной академии наук Беларуси, научно-производственного центра Technomag. Мы производим броню на протяжении уже, наверное, лет 40-50, начиная еще даже с Афгарской войны, первые жилеты туда, мы их тоже туда поставляли. Но сейчас время идет, все меняется, экипировка тоже меняется. Ну, теперь пойдете, покажу, что у нас на этом стенде сегодня мы показываем. Это щит керамический БР-5 класса. Б-302 патрон с 5 метров, мы его устанавливаем. Они могут быть различными исполнениями, могут быть как армидной керамики, так и какой-либо там другой. В зависимости от пожеланий и назначения уже самого человека. Здесь у нас вот есть такой товарищ Люслой, мы его называем. Это плитник с различными вариантами, как бы дополнения, так скажем, пояс оперативный, с этой стороны практически лизачок к нему, чтобы он мог его с собой под разные задачи укомплектовать, им выполнять свои боевые задачи. Это наш дядя-милиционер, тот, который ходит, обеспечивает его порядок на наших улицах. Это такой уже немножко потяжелее шкиловой костюм с различными уже подсумками. Здесь кобра, она может быть как открытая, так и закрытая. Томатные подсумки, здесь жгуты, здесь эвакуационные стропы, все что угодно может быть. Здесь панели. Панели тоже, собственно, нашего производства. Мы их сами производим, сами делаем, керамику мы делаем тоже сами. Поэтому это BR 4 класса панель, это BR 5 класса панель. Сверху у нас бронирование техники от вторичного осколка, именно на транспорте, при поводреждении транспорта. Здесь пах, здесь набедренники, чтобы артерии защитить. Ну и опять же, костюм немножко здесь более расширенный, с более площадью защиты. А вот комплектовать его точно так же можно различными панелями, что второго класса, что четвертого, что пятого, какие угодно. Ну и здесь скрытоносилый жилет со скрытоносилым поясом. Выглядит он примерно вот так вот, под рубашечкой мы его одеваем, и сильно его и не видно. Не очень-то и понятно, что на человеке есть какая-то броня. Ну, а это стационарный щит BR 4 класса, 5.45, с гранебольным сердечником, ну и с обычным стальем. На стекло не обращайте внимания, стекло уже такое прошедшее время и прошедшие различные виды испытаний, и не только упасть, но и стрелковые тоже. День добрый. Фирма Синси Ганс Кастом, Россия, рядышком с Москвой в городе Балашихин Славном. Ну, а то направление, которым занимается наше отделение фирмы, это вот апгрейд образцов стрелкового вооружения, еще и советских, и современных, и импортных. Здесь, например, видите комплект модернизации винтовки СВ-98, снайперская винтовка, которая стоит просить с карменными вооружениями. Соответственно, разнообразнейшие регулировки прикладов. Прикладов тоже несколько видов в производстве, то есть клиент захотел, поставили так, то есть захотел, поставили другое. Все регулируется, все закрепляется, приклад имеет возможность складываться для удобства переноски. Передняя часть ложа, это тактическая ложа, у нее возможность крепления арка Swiss Rail, крепление сошек Харрис, атлас, предметимые насадки, сошки, баночка, ну, как положено, как говорится. Производим также разнообразные кронштейны для оптических прицелов, вот, там, под разные форматы, дюймовые, 30 мм, 34 мм, со всякими планками Пикатинни дополнительными, и всем остальным. Барабаны тоже нашего производства, это конкретно на прицеле Гедал, меняется штатный барабан, убирается и ставится, и он имеет возможность, после того, как под определенный бутерепас пристрелял винтовку свою конкретно, выставляешь вот эти вот циферки на те дальности, которые у тебя пробиты. То есть проще уже потом не считать количество кликов, а просто выставляешь по дальности. Вот, ну, также вот, производим такого плана, вот, универсальные зажимы для снайперских винтовок и так далее. Это вот в такой есть вариации. Все быстросъемное, достаточно легкое, прочное для переноски. Ну, вариант еще один тут, правда, сейчас оптики нету, как-то, ну, не в этом задача стояла. Комплект модернизации винтовки СВД. Вот, то есть меняется передняя часть ложи, деревянная или пластиковая убирается, на которую ничего невозможно поставить. Появляется возможность поставить сюда, опять же, разнообразнейшие навесные приспособления, сошки, предэктивные насадки, современный уже какой-то прицел с нормальными, это не самое, качество, а не четырехкратный, обычный, который ничего не позволяет увидеть на дальности нехороший. Также регулировки, возможность складывания приклада, регулировки приклада, опять же, под актерпометрию стрелка, насколько надо, выдвинул, зафиксировал все это дело, все, то есть, работают. Лето, зима, там, длинные руки, короткие, все остальное, все это регулируется. Всего, естественно, привезти нельзя, у нас в производстве более 230 вариантов ложь для разных образцов вооружения, как то наше оружие стрелка, например, можно посмотреть тоже, как вариант. Например, там, на автомата КСУ, там, изготавливали планочку для крепления современных оптических прицелов, коллиматорных, там, и так далее. Причем, при съеме или по привлеждению прицела к коллиматору, например, есть специальный туннель, то есть, можно продолжать пользоваться оружием с механического прицела. Также вот, ложа, тоже нашего производства, для автомата АК-12. И также на нее баночка с байонетом, где денег, это действие. На К-74 делаем вот такого вот варианта цевьё, называется АКГП. Тоже ставятся современные все обвески, можно поставить, как понятно уже из этого, то есть, современные все прицелы, это объективные насадки какие-то, тепловизионные прицелы и все остальное. Ну и имеет возможность крепления гантамета подствольного. Ну и вот тут, как вариант, просто еще, макет, это макет, это не боевой ствол, SSG-08, Манлихер, ложа под него, они тоже в трех вариантах делаются, и это вот спортивное ложе с креплением, опять же, арка Swiss Rail, здесь идет крепление Еврошина, ну, планочки любые, они крепятся, что вот под Атлас, под Харрис, под объективные насадки. А также они есть в реакции на все винтовки абсолютно, которые мы по апгрейд производим. Это, как правило, три комплектации, то есть, это вот спортивное ложе, ложе с квадрелом, так называемым, тактическим, и с охотничьей ложе, там покороче, полегче она сделана и так далее. Ну, по большому счету так. Ну, и плюс, изготавливаемся разнообразнейшие кронштейны для оптики, кронштейны для оптики, баночки для разных образцов вооружения, дульные тормоза, компенсаторы, рукоятки автоматные, акашные, так сказать, стандарты по ДАР. Дополнительное крепление для патронов, для планки, крепление для сошек, ну, и там, в общем-то, зайти, если на сайт, там... Ну, все здесь перечислить не смогут. Добрый день! Мы предоставляем компанию Militech. Мы занимаемся разработкой и производством активных гарнитур, а также коммунационных устройств. Причем, вообще, что такое активная гарнитура простыми словами? Очень громкие звуки, выше 80 дБ, она заглушает. Тихие же, она, наоборот, скажем, увеличивает громкость. То есть, если можно протестировать ее, она вот тут у нас уже включена, и, соответственно, на стенде мы, скажем, обычные хлопки издаем, и она прям очень сильно заглушает эти звуки. Соответственно, какие-то выстрелы, взрывы, вы не услышите, и ваши уши останутся целыми невредимыми. То есть, первая цель – это, конечно же, защита органов слуха. У нас собственное производство. Мы реализуем собственное программное обеспечение. Мы покрываем все чашки изделия специальной защитой, что защищает от коррозии, влаги и электромагнитных помех, что, конечно, крайне важно на поле боя. Самым, наверное, важным преимуществом, которое я упустила – это часы работы. Она может работать от одного комплекта батареек до 200 часов. Если 4 часа, ничего не происходит, то есть мы не включаем, не трогаем, то есть какое-то бездействие, соответственно, она автоматически выключается, что, конечно, экономит элементы питания. Также мы можем перейти, конечно, к нашему набору, что входит непосредственно в комплект. Это сама гарнитура, это съемный микрофон, крепление на шлем. То есть можно, скажем, носить не только на оголовье, но также и на рельсах шлема, как у нас представлено на манекенах. Также набор идет непосредственно в провод к подключению к коммуникационному устройству. Соответственно, мы также предоставляем два вида коммуникационных устройств. Это одноканальное и двухканальное. Универсальный разъем Nexus мы включаем. И здесь же мы предоставляем кнопки для любых радиостанций. В качестве примера мы, скажем, предоставляем радиостанцию Кен. Включаем и, соответственно, скажем, можем так поэкспериментировать. Сейчас, возможно, даже, скажем, с коллегой продемонстрирую. Влада, подойди, пожалуйста. Прием. Слышно? Прием. Слышно. Также мы осуществляем тронирование проводов от электромагнитных помех. То есть наша гарнитура подходит почти под все виды шлемов. Она надевается, скажем, под шлем. И второй вид крепления, который можно осуществить, это на рельсы шлема. Крабики, которые как раз у нас тоже идут в комплекте. Предоставляем два вида амбушюр. Это поролоновые и силиконовые. Обычно в наборе, скажем, по умолчанию идут поролоновые. Но у нас можно докупить, приобрести силиконовые. Силиконовые намного мягче. Но в условиях жары они, скажем, хуже немножко действуют. В том плане то, что, конечно, уж потеют и становится очень жарко. Соответственно, да, нашу гарнитуру мы уже давали качество апробации в многие подразделения Российской Федерации. Получили очень много, скажем, рекомендательных писем, очень много положительных отзывов. Прошли апробацию, тестирование в нескольких институтах, где, скажем, утвердилось хорошее качество. Сейчас у нас степень защиты — это IP65, что в целом позволяет защищать, конечно, и от пыли, и от влаги. В настоящий момент ведутся разработки, чтобы достичь уровня IP68 до конца этого года. Также, так как мы тесно сотрудничаем с эксплуатантами, получаем постоянно, скажем, обратную связь, то мы уже ведем также разработки над второй версией нашего программного обеспечения и нашим гарнитурам. Компания «МСВ-Профи» — производитель тактического снаряжения в Республике Беларусь. Наша компания занимается производством тактического снаряжения и экипировки для военнослужащих. Основное направление нашей компании изначально было — это производство галантерейных изделий, жилетов разгрузочных, подсумков, поясов разгрузочных, одежда тактическая. На определенном этапе мы вышли на производство изделий из пластика. Например, производим пластиковые кобуры, ПМ, ГЛОК, автоматные пластиковые подсумки. Также мы можем производить противоударные защитные костюмы для полицейских, пластиковая рама — это все наше производство. Также мы можем производить как литье из алюминия, металла. Например, одна из наших работ — это на аэродромную платформу, это аэропорт Полоса, это колпак для взлетной полосы, освещения. То есть обработка металла. То есть преимущество нашей компании — это получение заявки на потребность чего-то произвести. Мы можем от разработки до готового изделия. Соответственно, имеется в штате инженера, технологи, производство собственных форм на территории Республики Белорусс. То есть где-то на сторонних организациях не заказываем. Ну и, в принципе, мы более гибкие, не предлагаем какие-то определенные ношества. Допустим, говорим, что это хорошо, и по-другому никак. То есть мы готовы высушить всех и учесть все какие-то определенные пожелания, что-то переделать под определенные задачи. Потому что столкнулись с тем, что вроде бы, например, определенные подразделения сил специальных операций, ну, две бригады, 38-я и 103-я, задачу вроде бы как бы выполняют одну и ту же, но взгляды по экипировке и снаряжению разные. Соответственно, ну, в принципе, все на месте, все быстро, хорошо и сознание. То есть глобальное сооружение используется у нас в вооруженных силах? Ну, глобально в наших вооруженных силах используется только теми военнослужащими, которые приобрели за собственные средства. Да, ну, буквально вчера было совещание Совета Безопасности президентом. Вот такой пояс ему... Этот пояс был на манитине с боевой рубашкой. На боевой рубашкой и сумка сухарная только в цвет цифра. То есть с удобной плечевой системой, эластичной, то есть это когда в ходе движения оно эластично, не тянет пояс вверх. Съемный кап амортизирующий, который позволяет удобство наношения. Силовая пряжка, не пластиковая, которая исключает возможность лопнуть во время какого-то определенного температурных показателей. Да, есть, присутствуют какие-то пластиковые элементы, но они съемные, меняются, в принципе, каких-то глобальных трудозатрат не требуется. Также есть в данном поясе возможность установки баллистического пакета. То есть при необходимости и при перевооружении либо до вооружения личного состава установки баллистического пакета не нужно покупать дополнительный пояс. Можно просто приобрести баллистический пакет, вставить его в пояс и военнослужащий получит дополнительную защиту личного состава. Ну, то есть вот это уже, скажем так, будем надеяться. В ближайшее будущее попадет вооруженные силы, а данные изделия, ну, закупают пока спецподразделения. Плитоносец, ну, модульного типа. То есть регулируется по объему и росту. Можно, да, под задачи, чтобы не снимать. Эта панель выкинул, другую комплектованную одел, пристегнул. То есть идет, опять же, здесь эластичная лента, когда в движении, то есть идет удобство, то есть он не ползет вверх. Комплектуем сразу съемными капами амортизационными, грудь, спина, бока. Ну и, скажем так, не фишка, может быть фишка. Это, ну, данный жилет имеет два отдела отдельных. То есть один отдел под мягкую баллистику, другой под плиту. С возможностью регулировки по объему. То есть, как бы мягкая баллистика вообще, в принципе, должна быть немножко превышать площадь плиты. Соответственно, если это один карман, плита немножко гуляет. Но мы крепим плиту и, в принципе, работаем. Усиленные плечевые накладки, система быстрого сброса, петля эвакуации, да, там хоть какая-то никакая, но она оборудована. Да, понятно, для учебных занятий, тренировки, постоянного тягания личного состава, возможно, эта ткань, она не выдержит, где-то рванет. Но в экстренных ситуациях, в принципе, все усилено, да. То есть, ну, возможно, она и выполнит свою задачу. Невозможно, я думаю, выполнит. Если не будет каких-то дополнительных средств эвакуации личного состава. То есть возможность, опять же, моделировать с учетом системы МОЛИ, моделировать военнослужащему своего снаряжения, экипировки, то есть подсумков так, где ему удобно. То есть мы его не привязываем к тому, что гранатный подсумок пришит здесь, и он должен быть здесь. А я, допустим, мне удобно работать левой рукой и хочу разместить. То есть военнослужащий может размещать все снаряжение, экипировку туда, куда он считает нужным. Мы ему не навязываем, скажем так, это... Здесь название? Рубеж. Смотрите, тут есть моменты, где у нас идут ключевые накладки. Например, чтобы не шла нагрузка на ткань, внутренние стороны нашита внутри, нашита там ременная лента. И получается, и вся у нас снимается нагрузка ткани, и, соответственно, идет на ременную ленту. Используем белорусскую ткань, не кордура. Да, там все требуют кордуру, как бы этот. Но по факту оригинальная кордура, но она стоит других денег. Возможность привести кордуру оригинальную, это проблематично. То есть используем белорусскую ткань, всегда в доступе, быстро, оперативно. Вот показали, как бы... Да, она по свойствам чуть-чуть хуже кордура оригинальная. Но с учетом того, что мы проанализировали жилеты, бронежилеты, которые поставлялись на протяжении лет десяти, проанализировали места разрыва, мы все места разрыва дублируем ременными лентами и прострачиваем. То есть если уже здесь рвется лента, то и кордура, ну, не выдержит. Так, ну и, опять же, отделы под баллистику, то есть плиты мы делали, ну, разного класса, разного... Ну, мы засовывали и американские, и российские, и, ну, все сюда входят. Ну, все приграницах. Да, да, да. И слышал такое, что... Последний раз американскую третьего максимального размера, трофейную, сказали, что она сюда не влезет, принесли, ребята, встала как родная. А чтобы она не болталась, опять же регулируем вот этими вот ставочками. Ну, то есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!